Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Елены. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора и учителя Елены. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. С радостью всех приветствую в этом великолепном месте. Обращайтесь ко мне, Марин. Марин, приветствуем вас, уважаемый Марин. Вы куратор или учитель? Я куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку в вашей подопечной. Все убрали, все, что ей мешало. Остались 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, именно за этим я здесь. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Я вас благодарю за этот прекрасный вопрос. Вера, ты пропадаешь. Первая душа ангельская. Ангельская душа. С девятого ангельского уровня, где находятся светлые ангельские энергии и идут обмен информацией, моментальный обмен телепатический, информации, касающиеся разных объектов, а также галактик. Эти уровни насыщены информационным слоем и энергиями обменом. На этом месте мы приветствуем представителя ангельского мира. Мы очень вам рады. Благодарю. И я рад видеть друзей в этой комнате диагностики. Именно так. Второй вопрос. Если вы здесь закончили, можем продолжать? Можем продолжать. Как выглядит стержень моей души и как его развивать? Это светлые белые энергии, переходящие в твои большие крылья, которыми ты можешь защищать себя и многое другое, как перемещаться с помощью крыльев, конечно же, в тонких телах, не физическом. Выглядят твои энергии в виде белого искрящегося стержня. Повтори, пожалуйста, вопрос. Там есть вторая часть. Как выглядит стержень моей души и как его развивать? Как его развивать? Развивая душу, развивается твой стержень. Развивая душу, это значит общение с душой. В твоей жизни очень много материального и земного, я бы сказала. Душа требует общения. Что это значит? Это значит разговаривать со своей душой, общаться, слушать ответы и жить по душе, принимать решения по душе. Даже если они идут в разрез земными или материальными благами, это принесет определенные плоды и развитие душой. А также я бы хотел добавить, что с душой нужно работать, визуализируя цвета и представляя, в какой чакре или энергетическом теле проходят энергии души. Твои ангельские энергии, визуализируя их подъем с нижней чакры к верхней, проходя через каждый энергетический центр, разливаясь по всему телу. Я закончу. Благодарю вас за этот развернутый ответ. Третий вопрос. Как повышать свою вибрацию и интуицию? Как повышать свою вибрацию, не спускаться на нижние вибрации? Это значит не поддаваться провокации с внешней стороны. Это одно. И второе. Это собственные реакции. Не падать на уровень низких вибраций. Быть в радушном благосостоянии, не подпускать негатив в душу и принимать на себя чужой негатив или же чужие проблемы. Те, которые не касаются тебя, где ты не можешь помочь без эмоций. Эмоциональная составляющая очень важна. Ты можешь сочувствовать, но не принимать чужие проблемы в глубину. Ты можешь помогать и знать, что ты все сделала для этого, но эмоционально оставаться стабильной. Я закончу. Благодарю вас. Четвертый вопрос. На какие мои способности и таланты мне стоит обратить особое внимание, которые будут полезны другим и опыту моей собственной души? Как я уже сказал выше, внутреннее состояние, глубина и расширение своего стержня – это твоя задача. Я не могу ответить на этот вопрос, так как здесь ты должна общаться с душой. Ее радостные трепетания на правильный ответ – это принесет тебе уверенность в правильном действии, и ты будешь знать, что твоя душа чиста, а соответственно у тебя правильная дорога будет и правильные вибрации для задуманных целей. Благодарю. Замечательный ответ. Благодарю вас, уважаемая Марин. Идем дальше. Пятый вопрос. Как мне быстрее продвигаться в моем направлении реализации в этом воплощении? Еще раз прочитай. Начало. Хорошо. Пятый вопрос. Как мне быстрее продвигаться в моем направлении реализации в этом воплощении? Реализации чего? У меня тоже этот вопрос. Обучение и осознанность – это постоянный процесс. А если об этом шла речь, вы свою подопечную лучше знаете, но ее интересовал та же квантовый скачок в финансовой сфере. Я не знаю, об этом ли идет разговор или нет. Я уже сказала, что много материального и земного, перевышивающего развития души. Я сказала об этом выше. Этот конкретный вопрос я бы хотела все-таки ответить. Пожалуйста. Развитие души, а я именно отвечаю за это, требует постоянного внимания и контроля, правильного принятия решений по душе и соответственно правильных вибраций. Скачки, они приносят определенную нагрузку и выбивают из гармонии и баланса. Поэтому это как весы. Ты должна сама решить, что тебе важнее. Гармония, баланс, спокойствие души и правильные вибрации, а значит соответствующие получения желаемого. Или же квантовые скачки, которые переносят тебя с большими нагрузками от нижнего к верхнему. Эти скачки будут продолжаться постоянно. Здесь не будет гармонии и баланса. Будут нервные срывы реакции и трепетание в душе. Решать тебе. Как я уже сказала, это как весы. Визуализируй, представляй и решай по душе. Продолжай, пожалуйста. Я благодарю вас, уважаемый куратор Марин. Очень интересный ответ. Идем дальше. Шестой вопрос. Насколько ярка моя Меркаба и какие действия делать, чтобы ее усилить? Меркаба – это универсальная защита. Чтобы усилить защиту, нужно иметь сильное намерение. Развивай свое намерение и твоя защита. И вибрации будут усиливаться. Внутренние вибрации. Меркаба же стоит с внешней стороны, защищая твои внутренние энергии. Развивая внутренние знания, осознанность, намерения, ты укрепляешь Меркабу. И визуализация. Благодарю вас, уважаемый Марин, за очень интересный ответ. Вы закончили. Визуализация – это практика. Вопрос же был внутренним. Вы правы. Все идет из... Укрепление Меркабы. Конечно. Она укрепление всегда идет из... Внутреннее состояние, внутреннее намерение, упорство, а не упрямость. Мы уже слышали это слово сегодня где-то от сущности и упрямости. Хорошо. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас. Идем дальше. Седьмой вопрос. Что хочет донести до меня цивилизация Лемуриан-Атлантида? Я не могу ответить на этот вопрос, так как не связан с этими цивилизациями. Я полагаю, это, скорее всего, дракон ей показывал какие-то вещи, и она почувствовала, скорее всего, какую-то связь. То есть это, возможно, идет информация от интерферентов, она, ее душа ангельская, она не имеет ничего общего, я полагаю, с Атлантидой. Вполне возможно, были воплощения, но вопрос не об этом. Хорошо. Я не знаю ответ на этот вопрос. Благодарю вас. Я тоже не знаю. Идем дальше. Восьмой вопрос. Прошу рекомендацию, что, какие действия, какие состояния могут помочь мне забеременеть. Мы там убрали одну конструкцию инкуба, которая была. Возможно, после этого проблема решится. Как вы считаете? Я бы хотела опять вернуться к внутреннему состоянию. Забеременеть и иметь ребенка на одну чашу весов и стать мамой и дарить любовь на другую чашу весов. Когда мысли будут идти именно в этом потоке, тогда энергии будут совпадать и завязываться. Это то, что я и говорил. Правильные энергии будут распространяться и идти правильным путем. Чувствуете разницу? Безусловно. Как говорят на земле, все хотят иметь друга, но не каждый хочет быть другом. У вас хорошее знание о земле. Безусловно, вы правы. Хочу иметь ребенка и стать, хочу стать мамой. Это разные вещи и разные вибрации, разные намерения. А, соответственно, разные энергии разливаются внутри, призывая ребенка. И душа ребенка чувствует эти энергии, дает свое согласие потом, да? Или не дает? А весню. Душа ребенка смотрит на это со стороны души. Душа видит, я бы назвал это эгоизм, возраст, экономический достаток. Но не видит, что человек готов отдавать, отдавать любовь, отдавать добро, сливаться с этой душой, стоять за нее, защищать. Именно так душа видит материальный настрой на земле. Благодарю вас за это разъяснение, оно действительно было очень важно. Благодарю вас. Можем продолжать? Пожалуйста. Девятый вопрос. К вам. Как я могу связаться с тобой, мой куратор, и как я могу понимать, когда ты сам связываешься со мной? Благодарю за этот прекрасный вопрос. Наша связь, естественно, происходит она в измененном состоянии. Небольшая медитация, где ты делаешь запрос без всяких ожиданий. Когда ты ожидаешь, напрягаешься, ты не сможешь со мной связаться. Все, что тебе нужно, это считать свои удары сердца и обращаться всей душой к связи со мной. Ты можешь расслабиться, 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 расслабленном состоянии, ты теряешь грани. Грани стираются, и ты можешь слышать меня. А я, соответственно, слышу тебя постоянно. Что касается знаков с моей стороны, да, знаки есть. Знаки есть в виде музыки, в виде слов, изречений, которые приходят в правильные моменты в определенное время. Услышав их, твоя душа к ним тянется, интуиция срабатывает. И если только твоя голова не забита мыслями или ожиданиями. Иначе, опять как весы, мысли ожидания перевешивают твои интуиции, интуиция теряется за ними. Обращай внимание на свою сердечную чакру. Обращай внимание на радость твоих поступок, реакции, ответов. Радость идет, когда ты принимаешь правильное решение. Это и есть твоя интуиция. Пользуйся ей. Я закончу. Благодарю вас. Десятый вопрос. Есть ли что-то, что тебе, моему куратору, хочется добавить, передать мне, что я могла не учесть в нашей с тобой встрече сегодня? Я достаточно много рассказал. Твоя задача – понять мои изречения, метафоры и примеры. Твой стержень достаточно активирован. Не забывай, что у тебя есть крылья, которыми ты можешь укрываться, охраняя себя. Я бы не советовал перемещаться без знания, делать это. Как зайти в состояние стирания границ, я рассказал выше. Мы это называем на Земле состояние безмыслия или легкого транса состояния альфа. Когда голова полностью освобождается, и ты свободен от этих мыслей. Это нелегко. Но кто хочет, то дойдет до этой цели. Главная проблема – это ожидание. Ожидание мы всегда отпускаем. Поэтому нужно из головы уйти в сердце и слушать вас. И мы опять вернулись к диалогу с душой. Именно так. Благодарю вас, уважаемый Марин, за эту очень интересную встречу сегодня, за ваши ответы. Вопросов больше нет. Если вы хотите от себя что-то добавить или активировать ее стержень. Активирован стержень. Тогда остался маленький нюанс. Есть очень добрая традиция. В этой комнате диагностики каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и самыми сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Марина. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок? В знак благодарности за его помощь, своей подопечной, за эту встречу и просто на добрые воспоминания. Какой великолепный подарок. Благодарим вас. Это наполняет мою душу радостью и трепетом. Приятно. А я благодарю вас. Это наша работа. Передавайте на этом месте привет ангельскому миру. Мы будем очень рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, которые мешают развиваться, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Да, я благодарю вас за это прекрасное приглашение. Во благо. Традиционно мы тоже не прощаемся. Я говорю до скорой встречи. Возможно на каком-то этапе мы еще с вами встретимся. Если, например, Елена созреет до встречи с высшим я, хочет с ним познакомиться. Это в этом случае мы всегда приглашаем куратора и поднимаемся с ним на этот уровень. Но это все в будущем. Я бы советовала проработать те ответы, которые я отдал. Этому нам идти. Переосмыслить, осознать и после этого задать правильный вопрос высшему я. Не из любопытства, а из желания развития. И после анализа всего пройденного. Благодарю вас, уважаемый Марин. Всего наилучшего. Очень было приятно с вами общаться. Всего вам доброго. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Елена, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Какая волшебная встреча. Очень неожиданные ответы. Да, я буду переслушивать и передумывать, переосмысливать все. Отлично. Зато вы знаете теперь, что вам нужно делать. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Елены в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергией. Энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.